Шесть выводов из книги ТОК. Как совершать выгодные шаги без потерь. По душам с миллиардером. Представь, что у тебя есть возможность получить ответы на свои вопросы от человека, который уже достиг того, к чему ты стремишься. В сфере предпринимательства и бизнеса таких людей называют миллиардерами. Игорь Рыбаков, автор книги ТОК. Как совершать выгодные шаги без потерь. Один из них. Я считаю, что мнению миллиардера точно можно доверять. Поэтому собрал для тебя шесть классных выводов из книги. Цветные шарики как лекарство от прокрастинации. Как часто ты задумываешься о том, как быстро летит время. Казалось бы, вот, неделя только началась, но уже снова за окном воскресный вечер. Но как остановить эту беспощадную машину времени? Купи в магазине или на онлайн-площадке 365 шариков. Каждый из них будет символизировать день в году. Высыпь их в один сосуд и по одному перекладывай каждый вечер в другой. Это будет напоминалкой о том, что время двигается и важно действовать сейчас. А если ты не хочешь ничего покупать, рисуй черточки на бумаге или придумай свой способ визуализации времени. Но обязательно это сделай. Ингредиенты для коктейля. Неудовлетворенность ситуацией или задачей не означает, что все плохо. Она показывает, куда нужно добавить внимание, энергии и результативности. Эти три пункта, как ингредиенты для коктейля, нужный вкус получается только при наличии всех сразу. Усилие есть, а результат не меняется. Значит, чего-то не хватает. Определить, чего именно, и добавь недостающий ингредиент в свой коктейль. Окружи себя целью. Я долго записывал цели только в дневник, традиционно откладывал его куда подальше и забывал. Потом доставал только под Новый год, сдувал пыль и убеждался, что ничего не выполнено. В чем дело? Метод не работает? Нет, просто нужно делать немного иначе. Не просто писать цель, а окружить себя ей. Помести запись или изображение цели на самые видные места, так ты точно о ней не забудешь. Брось старые рельсы. Когда ты ежедневно делаешь одни и те же действия, они становятся автоматическими. А когда ты делаешь что-то на автомате, твое творческое мышление просто умирает. Чтобы этого не допустить, Игорь Рыбаков рекомендует сойти с колеи, отказавшись от устоявшихся шаблонов, и проложить себе новые рельсы. Если ты чувствуешь, что буксуешь, пытаешься пробить тот самый стеклянный потолок, остановись и попробуй сделать все иначе. Например, делай записи другой рукой, слушай другую музыку, работай в другом месте. Это работает. Воспринимай отказы как подзарядку. Игорь Рыбаков, автор книги «Ток», написал следующую фразу. Что? Успешный предприниматель берет энергию отказа и превращает ее в мощнейший стимул для реализации своей мечты. Что он имел в виду? Услышав «нет» на свое предложение, воспринимай ситуацию как знак. Знак, что нужно попробовать действовать иначе. Донести свою идею другому человеку, улучшить продукт или давить на другие его характеристики. Держи в голове мысль, что с каждой новой попыткой вероятность получить положительный ответ растет. Визуализация нового уровня. Когда ощущаешь спад и беспокойство, ненадолго отложи текущие задачи и подумай о том, к чему стремишься. Банально? Может быть. Но зато эффективно. Представь максимально подробную и красочную картинку своей достигнутой цели. Еще можешь расписать ее на бумаге во всех красках. Это добавит тебе сил и мотивации, чтобы продолжать работу. Попробуй. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok